Добрый день коллеги. Позвольте предоставить слово председателю комитета по профилактике Европейского общества гинекологов-онкологов Мюрату Гюльтикину. Он любезно предоставил нам свою презентацию, свои данные по скринингу ДНК ВПЧ, по турецкой программе и по успехам, которые эта турецкая программа достигла в борьбе с раком шейки матки. Итак, перед вами члены комитета по профилактике, возглавляет который Мюрат Гюльтикин. На этом слайде вы можете увидеть последние публикации, актуальные, современные, которые являются результатом работы этой группы. Итак, перед вами архитектура Всемирной Организации Здравоохранения по движению в сторону устранения такого заболевания, как рак шейки матки в стремлении к элиминации вируса папиллома человека. 90-70-90. Хорошо известные вам показатели. 90% это девочки, полностью вакцинированные против ВПЧ к своим 15 годам. 70-70% женщин, которые минимум дважды в 35 и 45 лет прошли скрининг с помощью высокоточного теста. И 90-90% это женщины с выявленным заболеванием шейки матки, которые получают лечение и курацию. Всемирная Организация Здравоохранения настойчиво советует уходить от сложных, плохо воспроизводимых и малочувствительных тестов и заменять их высокопроизводительными альтернативами. К таким относятся ДНК ВПЧ. Итак, возраст начала скрининга. Всемирная Организация Здравоохранения регламентирует с 30 лет с регулярным интервалом скрининга каждые 5-10 лет. Что же с женщинами до 30 лет при тенденции к раннему началу половой жизни? Что с дамами 65 плюс? Вопрос остается открытым, но напомним еще раз. Всемирная Организация Здравоохранения с 30 с регулярным интервалом 5-10 лет. 10 лет. Перед вами карта, которая показывает, как устроен цервикальный скрининг в Европе. На данном слайде вы можете видеть охват всевозможными тестами для диагностики ВПЧ. Карта мира, которая показывает, что вовлечено достаточно много стран ВПЧ-тестирования. И в частности 18 стран уже полностью скрининг ВПЧ осуществляют. Логическое исследование не является первичным в лаборатории Мюрата Гюльтекина, о чем он хорошо расскажет в своей презентации в виртуальном туре по своей лаборатории. 32 человека в его центре работают каждый день над 8 тысячами тестов. И поэтому на должном уровне организовать цитологическую лабораторию это дорого и не совсем рентабельно. В сайте показано, как и в каких странах устроен скрининг. Проанализировав большое количество исследований, коллеги сделали вывод о том, что организационные преимущества ДНК ВПЧ-тестирования перед цитологическим методом бесспорны. Они перед вами на слайде. И коллеги ставят вопрос о том, чтобы все-таки вывести ДНК ВПЧ-тестирования в качестве первичного теста скрининга. Есть много публикаций, и это тоже широко используется в Европе. В качестве исследования на ВПЧ и вагинальное отделяемое, и образцы мочи, и ВПЧ крови. И также самотестирование, когда образец для дальнейшего лабораторного исследования получается не клиницистом в каком-то медицинском учреждении, а производится самостоятельно пациенткой. Все руководящие принципы были обновлены после обзора 2012 года Марка Марбина. Итак, тесты на ДНК ВПЧ. Из существующих тестов нужно выбирать. В данной работе, авторами которой, среди прочих, были и Мюрат Гюльтыкин, и Марк Арбин, много есть интересного как раз по поводу выбора тестов и их наличия. В этом слайде перечислены тесты и их производители. Обратите внимание на то, что разные тесты определяют разное количество типов вируса ВПЧ. Раздел презентации будет посвящен самотестированию, то есть тем исследованиям, материал для которых получен путем самозабора пациента. Итак, данные, которые приводит Мюрат Гюльтыкин, по сравнению результатов на материале, который получает пациент самостоятельно, самостоятельно отобранные образцы, помеченные синим цветом, и данные по биологическому материалу, который получен врачом-клиницистом, немного отличаются. Видно, что чувствительность и специфичность по данному скрининговому исследованию 2018 года образцов полученных пациентов самостоятельно немного проигрывает. Итак, относительная точность ПРИЦН-2 по образцам мочи по сравнению с образцами клинициста на основе ПЦР-HPV. Обратите внимание, чувствительность и специфичность достаточно высокие. Мюрат Гюльтыкин говорит о том, что это исследование для их страны дорогое, потому что существует только один специфический контейнер КОЛИ-ПИ, и, собственно, себестоимость у этого теста очень высокая. Матричная РНК Аптина. Матричная РНК Аптина вирусу попелома человека высокого риска вполне вероятно будет успешно конкурировать с ДНК ВПЧ. И есть данные о том, что использование анализа МРНК Аптима будет способствовать экономии и позволит сократить лишние ненужные тесты. Итак, проведенные исследования материала методом матричной РНК Аптима и ДНК показывают достаточно хорошие и убедительные. Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что при интервале скрининга в 4-5 лет скрининг с помощью матричной РНК Аптима можно считать таким же эффективным, как и скрининг с помощью валидированного теста на ДНК ВПЧ. Использование матричной РНК в исследованиях материала, полученного самостоятельно при самозаборе, нацеленный на 14 типов ВПЧ, обладают более низкой клинической чувствительностью и аналогичной специфичностью. В случае, повторяю, только самостоятельным взятием материала, самостоятельным получением образцов. Итак, о турецких успехах. Мират Бультикин не скрывает, что без волонтерского движения, без волонтерского движения европейского сообщества не достигла бы турецкая программа таких успехов. С 2014 года первый реальный опыт, который показывает увеличение охвата в 10 раз, представлен на следующих публикациях. Турецкая программа стартовала с 2014 года, и, как вы видите на слайде, до 2014 года возраст старше 30 лет, мазок по Папу Николау каждые 5 лет, и никогда не было достижения охвата 5% популяции. После 2014 года с помощью волонтерской программы, ну и, конечно, поддержки государства, возраст старше 30 лет, ВПЧ положительный, обычный мазок по Папу Николау. Если ВПЧ отрицательные, мазки по Папу Николау вообще не оцениваются. В виртуальном туре по лаборатории Мират Бультикин говорил о том, что на первом этапе сортировки материал поступает и на ВПЧ, и на цитологию. Цитология сразу отбирается и пускается в работу только при положительном ВПЧ, после того, как результаты будут получены. Напомню, 8 тысяч исследований в день в центре Мирата Гюльтикина. Популяционный скрининг, заметьте, с 2014 года какой рост достигнут. Итак, внимание, милости просим. Мират Бультикин приглашает вас в виртуальный тур по своему лабораторному комплексу. Лаборатория сертифицирована, имеет европейский сертификат качества. Ежедневно получают пробы. Можно погромче звук сделать. Который стекается со всех точек Турции. Ну и сердцем лаборатории является ее информационная система. И все пробы заносятся в эту информационную систему, архивируются и находятся под зорким оком. И каждое окошечко сигнализирует о тех шагах, которые проделывает проба в лаборатории. Можно проследить, где находится пробы, на каком участке исследования. Вот эти вот рэки были сделаны специально в этой лаборатории, сконструированы для полного соответствия. Каждая проба бракодируется. И при любых ошибках, несовпадении, звучит сигнал. И, значит, проба подписывается, как бы рэк-проб подписывается и отправляется в комнату, где происходит демокурация. А стекла цитологически отправляются в другую комнату, пока не будут ожидать результата выпечия. Крышки снимаются. Это пробы в АПЧ. И добавляется динатурирующий раствор в каждую пробу. Подготовка для инкубирования в водяной бане. Этап шейкирования. И помещение в водяную баню. Загрузка проб в аппарат. Пепетирование. Собственно, на небольшую площадь, как мы видим, на небольших рабочих площадях в день до 10 тысяч проб обрабатывается. И каждая позитивная проба, позитивная проба в последующем отправляется на генотипирование. То есть сначала получает результат дайджент-теста, что он положительный, а потом генотипирует, какой тип вируса там находится. Мы видим, что идет подготовка цитологических препаратов. Наносился бальзам для заключения под стекло. И вот участок, который опытный эксперт выделяет. Все данные отправляются в базу данных. Архивируется. Хранятся в холодной комнате. Негативные результаты, то есть нормальная цитология НИЛМа хранятся 3 месяца. после чего, после периода хранения сбрасываются. А вот позитивные в ВПЧ-пробы хранятся 5 лет. Посмотрев, как организована работа, вы понимаете, что успехи, которых достигла турецкая программа, оправданы. Это и большой охват. И все эти данные позволяют проводить анализ, отслеживать типы, распределение типов вируса на той или иной территории. Обратите внимание, что коэффициент покрытия 90%. И по личным приглашениям 90% пациентов, приглашенных посещают специалиста. Удалось снизить количество неоправданных кольпоскопий и свести положительную реакцию на ВПЧ до 4,78%. Согласитесь, что это очень хороший показатель. Итак, большое спасибо за внимание и большое спасибо нашему лектору. Мират Ульди предоставил нам эту презентацию.